Рекомендую вам подписаться на канал Эверона, на этом канале ребята свыше 2000 подписчиков, но по видосам можете сами все наблюдать, я сам даже практически каждый видос ребята смотрю, так что и вам советую, ну а по видосам скажу вам, что здесь выходят также разные рубрики по танкам онлайн, также выходят ребята влоги из личной жизни, и если вы им заинтересовались, переходите по ссылочке в описании. Либо кликайте на аннотацию, ну а я вам желаю приятного просмотра моего видоса. Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами Вайдер, и сегодня ребята я играю опять же на мульте, ну как на мульте, на аккаунте Кристины, и соответственно ребятушки мои дорогие, сегодня я хотел поговорить как раз таки о матче, который происходил. Точнее не происходил, а прошел у нас вчера, это матч между Германией и Францией, я так думаю все так сказать болельщики и ярые фанаты, которые покупали краску за Францию таки, у нас просто по жесткому забомбили. Вот, и я так вот это чисто, я вот этот ЛСП записываю лишь для того, чтобы, так сказать, чувачкам, которые мне писали в комментариях, что типа там это, мои друзья типа там обосрались, обоссались, и типа меня жестко вообще подставили, типа то, что Франция не затащит, Франция вообще сольет, даже там вообще всем. И соответственно, ребята мои дорогие, я хочу вам сказать привет, передать вам точнее огромный привет, и так сказать пожелать вам удачи, максимум, что вы теперь получите, это по 25 единиц каждой из расходочек. Ну, в принципе, за 10 тысяч кристаллов, я думаю, получить по 25 единиц каждого из припасов, я думаю, это просто лакшери, да, вот, ну потому что я хз, ребята, я вроде как бы и видосик, да, выпустил, и в нем говорил и аргументировал, почему именно я купил краску за Францию, почему не за Германию, да, как большинство, я так думаю, танкистов у нас купило эту самую красочку, вот. И я, в принципе, сказал, что мне это подсказали, в принципе, мои друзья, которые очень, ребята, следят за футболом, прям очень-очень хорошо, то есть они его смотрят каждый день, и у них там все просто супер с этим подхвачено, подхвачено. И, в принципе, они мне сказали то, что вот Германия в этом году не выиграет это по-лю-бо-му, так что, ребята, я вам, в принципе, говорил, видосик я выпускал, за кого нужно в красочку покупать, в принципе, довольно-таки я сразу его выпустил, то есть эти краски вышли, и в этот же день я выпустил видосик, ну, там плюс-минус пару часов, конечно, с самого рестарта я не сделал, этого, конечно, полный бред, потому что я, что ж, человека, хочу спать, и вот как раз-таки всем чувачкам, которые купили красочку за Францию, вот, опять же говорю, огромный пламный привет. Я не знаю, я, в принципе, ребята, по этому поводу уже просто так изгалялся, я, короче, и написал у себя там в паблике там то, что ха-ха, ну чё, фанаты, так сказать, Германии, те, кто меня обсирал в этом, в комментариях, хорошо вам купили хорошую краску, так сказать, вот. И потом я уже копировал всех комментарий, которые как раз-таки были под моим видосом, тем, в котором я говорил, что нужно брать краску за Францию, вот, я там скопировал все через принтскрин комментарии, отправил также в группу, и там тоже это всё, конечно, посмеялся над этим делом, вот. Вот, я там отправил, короче, именно те комментарии, ребята, которые как раз-таки в негативную сторону ко мне обращены, то есть, либо там полное оскорбление, прям охренеть какое, причём оскорбление, хотя я вообще не понимаю, да почему, я же говорил то, что это, как бы, я в футболе особо не разбираюсь, что мне сказали мои друзья, то я и купил, соответственно, там некоторые, видимо, типы не до конца это поняли, либо ещё что-то, и начали просто там по-жёсткому меня оскорблять. Конечно, я это всё дело в паблик отправил и поржал тупо над этим, поржал, причём довольно-таки хорошо, потому что, ну, таких людей надо осмеивать, вот, это, как бы, я футбол особо не смотрю, и мне просто так душевно было приятно, я серьёзно, ребят, так удовлетворён этим, то, что, ну, Франция, хотя мы ещё не выиграла, да, это всё, конечно, дело понятно, что Франция ещё не выиграла, ещё предстоит, да, финал, но то, что уже проиграла, так сказать, у нас Германия, это очень-очень, ребята, круто, ну, потому что Германия, как бы, была таким жёстким фаворитом, и я думал, что как раз-таки в финале у нас будет, почему-то, Германия и Франция, но там, получается, Франция и Германия играли у нас в полуфинале, и получилось так, что просто Франция затащила, а Германия, ребята, всосала, так что не нужно делать, ребят, поспешных выводов в группу, да, так сказать, смотрите видосики, следите за некой статистикой, хотя мне, опять же, там говорили, там, чуваки, что, типа, посмотрите статистику, там, у Франции, она просто вообще говняцкая, ужасная и позорная, хотя мне, опять же, мои друзья говорили то, что зайди на ту же самую, в принципе, статистику, и ты увидишь, что в Франции, как раз-таки, всё там просто вообще шикарно происходит со статистикой, то, что они показывают просто бомбезные результаты, Фрис, не обращай на этот смок внимания, лучше возьми флаг у меня и уже едь на базу, потому что я ещё поступил как полное днище, мне нужно было, конечно, приостановиться перед этим свакованным, потому что я прекрасно понимал, то, что он сейчас, по идее, не будет меня убивать, а будет дождаться, пока я всё-таки, так сказать, буду прыгать с некой высоты, чтобы меня в воздухе убить, так, вот этого, вот эту изидку, ну, я должна, конечно, выносить, ну, крит, крит, пожалуйста, сука, крит, есть, крит, вот в таких, это, иногда моментах, ребята, смог реально просто тащить не по-детски, то есть, вот, и изида, да, с одной стороны, её вообще хер убьёшь, если она до тебя подъехала, ребята прекрасно видели, да, то, что изида до меня достаточно близко подъехала, и, в принципе, критуля меня как раз-таки спас на смоке, так, вот этого чувака нужно, конечно, тоже подамажить, а, ну, в принципе, с ним уже разобрались, это довольно-таки неплохо, вот печально, конечно, что у меня нет сейчас дэшечки, то, что дэшечки у меня нет, это, конечно, печально, но у меня уже свои адка дэшилась, и сейчас, короче, ребят, попробуем зайти, я, конечно, половину хп, я на половину хп, так, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, 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 а вот это вот, кстати, ребята, круто, если даже я не увезу флаг, мне уже насрать будет, потому что я наш вернул, и потому что флаг уже был практически на их базе, это, ребята, очень-очень круто, я сейчас ещё один флажочек доставлю, ну, в принципе, я так думаю, изи-каточка тут будет, по-быренькому, так сказать, затащим, Так, всё, ребята, продолжаем. Скорее всего, вы здесь этот фрагментик увидели либо, короче, в быстрой перемоточке под музыку, ну, либо просто под музыку, потому что у меня здесь маленький ребёночек мой кричал, и, соответственно, мне пришлось звук немножечко убрать и сделать этот фрагментик под музыку. Ну, я так думаю, вы не сильно, опять же, расстроились, потому что особо, как бы, там разговоры у нас эпиченького такого, за который прям в ухо надо слушать и не переставать его, конечно же, употреблять свои уши. Ну, давайте вырелись так. Да кто меня так вынес? Я понимаю, что рикошет, ну, блядь, он на дэшке, что ли? Не успел, короче, подстрелить. Да-да, он на дэшке. Я думаю, что он так быстро-то меня вынес? Ой-ёй, надо и вынести, 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 вынести. Крит, крит, сука, крит! Нет, поганая ты, падла. Забрал все-таки он у меня дэшечку мою, которую я хотел себе откоммунизить, так сказать, и уже с ней поехать, но у меня, к сожалению, не получилось. Вот, и, кстати, я это, ребята, продолжу тему ту, то, что как раз-таки... Ах ты, сука, шафт-козел. Вот шафт-козел, конечно. Контроль от меня, контроль от меня. Вот это ненавижу я, вот, ребята, вот эти подъемы тут, ну, все, у меня кранты, просто кранты. Нет, со смокой даже им первой я тут не переночу. Была бы у меня хотя бы смоком вторая, можно было бы еще, конечно, это попытаться, но смоком первой это тупо просто забей. Это тупо забей. Так, ладно, давайте опять выезжаем на тропу, так сказать, войны с нашими противниками. О, кстати, этот-то рикошетик-то им первый. Ну, все, у меня кранты. У меня кранты, давайте аптечку съедим, чтобы, так сказать, либо изида это была без баллона, чтобы она, так сказать, все на нас потратила. Может быть, даже какое-то количество хп я ей снял, но не думаю, что у нее ушло довольно-таки много, потому что, опять же, она была на ддшечке. А, как известно, ребята, изида на ддшке это просто имба имбовая. То есть она может тупо, так сказать, сосать и сосать. Чувак, на шафте у нас просто скилл, мафака. Так, вот это уебище, что будет в меня стрелять. Да, да, я понял. Шафтаблядок. Ну, давай, стреляй уже. Это что такое днище-то криворукое? А, он в итоге даже в меня не попал, просто красавчик. Да, да, просто красавал. Я, кстати, это, не целился особо на того чувака, как раз таки, с которым флагом сидит. Ну, как, пижу, я целился, но я в него не попал из-за того, что думал, что сейчас меня шафтаб сольет. Ну, а шафт у нас оказался просто криворуким и кривожоком, соответственно, он меня не слил. Так, ладно, давайте, ребята, все-таки попробуем один раз через центр залезть. Да, да, все, шафт вот его сняли, который меня просто подбешивал, обесил прям по-жесткому. Кстати, у них вот шафтов очень много. Я уже вот вижу, у них 4 шафта, которые довольно-таки херово играют. Вот, но это, в принципе, наверное, не удивительно, то, что шафты херово играют. Это, наверное, и так понятно. Так, 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 уйду, не уйду. Я так думаю, уйду, и это будет просто на изи, да? Еще флагу, наверное, возвращу. Не, не, флаг я не возвращу, потому что там... А, нет, возвращу, ребята. Пижу, пижу, возвращу. Ой, как красиво, ой, как красиво было сыгранно. Спасибо, кстати, ному чуваку, который как раз-таки контролил флаг, который уезжает с нашей базы. Вот это вот просто на то, ребята. Вот это вот действительно на таких звонках командная работа, она очень-очень офигительная. Кстати, вот, это, не пострелок, кто, кстати, слил флагоносца. Возвратил флаг. А, может быть, блин, ну я не помню, к сожалению, кто уже вез. Ладно, короче, потом еще видосик пересмотрю, короче, посмотрю. И, ну, и, конечно, про себя похвалю вот этого человека. Ну, а видосики уже, соответственно, не получится, потому что я тупо забыл, кто его там слил. Ну, точнее, я, может быть, да и помню, но я не помнил, кто как раз-таки вез флажочек. Потому что там в таблице, когда я уже начал смотреть, появилось убийство, ну и как убийство, отображалась только та фишка, как раз-таки, кто слил вот этого чувака. Но я не могу быть уверен, что это как раз-таки тот игрок, который вез флаг вражеский. Но я думаю, ребята, вы меня поняли. Хотя я просто объяснил просто как бог. Вообще, просто-просто. За такое короткое количество сказать два раза просто, я самый лучший. Так, давай, чувак, отправлюсь, так, пожалуй, на респик. Ну, а я тем временем, ребята, просто, опять же, легко, вот так, непринужденно поеду где-нибудь вот с этой стороны и уеду просто на язычах. Кстати, здесь шафт стоит. А, все? Это все конец. Кстати, смотрите, я, ребята, на первом месте. И, причем, во второе место я вообще... И от второго места я вообще прям очень-очень неплохо отрываюсь. Вот. И, соответственно, ребятушки мои дорогие, если вам понравился данный лестплейчик и вы также купили краску за Францию, либо просто опечалили, что Германия, так сказать, проиграла, то обязательно ставьте лайкосик по данному видео, ребят, потому что я, опять же, стараюсь специально для вас записываю видосики. Ну, и мне будет, соответственно, приятно, если вы мне этот лайкосик самый врубите. И с вас, в принципе, одна-две секундочки, мне будет просто приятно на весь день. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Вайдер. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok